Вот такие вот крутые логотипы можно генерировать с помощью нейросетей за считанные минуты в объемном стиле, в минималистичном, с обводкой, без обводки. Также эти логотипы можно без проблем переводить в векторный формат, использовать для печати и продавать клиентам. Привет, меня зовут Алексей Савченко. В этом видео я тебе расскажу подробнее про генерацию логотипов через нейросеть. Расскажу, действительно ли это можно продавать клиентам. Мы с вами в режиме онлайн переведем вектор 3 логотипа, которые сгенерированы будут через нейросеть. И также расскажу, как это все работает и как этим пользоваться. Сразу ставь лайк и погнали делать. Итак, как многие из вас знают, логотип обычно состоит либо из картинки, либо из названия, либо из того и другого места. С помощью нейросетей Миджорни, либо Леонардо АИ мы можем генерировать такие логотипы. Это можно все продавать клиентам. Вообще, смотрите, для удобства, чтобы вам было удобнее, специально под это видео я подготовил большую статью 50 крутых запросов для уникальных логотипов в Миджорни и в Леонардо АИ. Ссылка на эту статью будет в описании под видео, как этим всем пользоваться. Здесь я сделал подборку объемных логотипов, минималистичных, которые состоят из буквы. В общем, здесь достаточно много прикольных лого я собрал, нагенерировал их специально для вас. Как вы этим всем пользуетесь? Вы открываете Миджорни, либо Леонардо АИ. Как пользоваться и той, и другой нейросетью? У меня есть видео на канале, сейчас сверху здесь появится подсказочка. Допустим, если вы пользуетесь Леонардо, вам понравился логотип вот такой вот. Вы просто копируете подпись запроса, промт-запрос, который здесь есть, и вставляете в строку генерации запроса и нажимаете генерации. Если вы пользуетесь Миджорни, все аналогично. Вы пишете запрос Image Prompt, вставляете запрос и генерируете логотип. Логотипы, которые я собрал в статье, они в максимально разном стиле, поэтому если вам понравился, например, один из стилей, например, вот такой, вы просто генерируете запрос, и, например, если вам вместо волка нужна, например, там, другое животное, либо что-то другое объект, вместо Wolf Head пишите любое слово свое. Если вы не дружите с английским, вы можете воспользоваться просто Google-переводчиком. Также минималистичные логотипы и прочие логотипы. Я знаю, что многие думают, что то, что генерировала нейросеть, оно непригодно для использования, нельзя использовать в печати. На самом деле, логотипы, которые генерируются нейросетью, я продаю своим клиентам. Это не считается каким-то, знаете, там, обманом, либо, типа, я обманываю клиента, что делаю логотип, а по факту генерирую в нейросети. То есть я предлагаю клиенту выбор, говорю, вот, можем сделать логотип с нуля, то есть прорисовать его там, продумать концепцию и так далее. Либо можем генерировать логотип через нейросети. Это не значит, что это бесплатно стоит. То есть такие логотипы, сделанные через нейросеть, спокойно можно продавать за 200 долларов. Это не какая-то выдумка, не что-то нереальное. Я продавал такие логотипы заказчикам. Поэтому я просто беру запрос, предоставляю клиенту логотип в разных стилях. Ну, конечно же, все зависит от задания. И потом уже дорабатываю его уже вручную. Конкретно в этом видео вам покажу, как это все сделать в Figma, через сторонние плагины. Ничего в этом сложного нет. Где можно использовать логотипы, которые сгенерируют нам нейросеть? Конкретно такие логотипы можно использовать в качестве аватарок для Инстаграма, логотипы в Телеграм-каналах, использовать эти логотипы для печати, для визиток, для файлов. То есть все зависит от задач, которые вам ставит клиент. Пример вот подобного стиля логотипа можно без проблем использовать для киберспорта, для логотипов команд. Подобного стиля логотипа можно использовать для магазинов конфет. Вот, например, я здесь генерировал логотип магазина, который занимается конфетами. Например, вот такие вот логотипы минималистичные спокойно можно использовать для каких-то магазинов одежды, для каких-то спа-салонов, в общем, для зоомагазинов. Все зависит от запросов и от фантазии, как вы можете все это применить. Для того, чтобы показать вам наглядно, как это все работает, из этой статьи, которую вы здесь можете посмотреть в описании под видео, я выбрал три вот таких логотипа. Первый вариант логотипа – это минималистичный логотип с животными, ну, как бы для зоомагазина. Следующий логотип для киберкоманды, такой ястреб. И третий логотип такой яркий, более сложный. Это как раз будет пример того, как изменять в сгенерированном логотипе надпись на свою. Итак, давайте начнем делать. Все это мы будем делать в программе Figma. Вот такие вот логотипы у нас получатся в итоге. Третий логотип пока еще не делал. В общем, давайте начнем делать. Что мы делаем? Смотрите, допустим, нам нейросеть сгенерировала картинку. Вот у нас есть картинка с изображением собаки в данном случае. Что мы делаем? Я просто копирую то изображение, которое мне надо, то есть делаю скриншот, перехожу в Figma и нажимаю Ctrl-V. То есть вот у меня картинка, она не векторная, это просто растровая картинка. Дальше я нажимаю на значок Figma, нажимаю на плагины и вам нужно найти в строке Find More Plugins, то есть найти больше плагинов, плагин под названием Vectories Bitmap Trace Image. Вот такое вот название. Нажимаем на запуск этого плагина, ждем пока он откроется. И смотрите, в этом плагине у нас будет слева наша картинка растровая, справа картинка, которая уже как бы переведена в вектор. С первого раза оно здесь нормально почти никогда не делает. То есть нам нужно подвигать ползунки, ну конкретно с этой картинкой мне нужно было просто убрать параметр краски, ну где-то его поставить, например, на значение 6. То есть я вижу справа картинка, которая уже будет векторная. Если меня все устраивает, я нажимаю кнопочку OK. Все, плагин закрывается. И теперь смотрите, вот мне сгенерировал уже векторный формат. То есть видите, его можно увеличивать, экспортировать в SVG, PDF, то есть печатать, в общем, что угодно с ним делать. Но пока это еще не логотип. У вас будет сгенерирована такая папка, мы ее открываем, и здесь у нас будет все разобрано по своям, то есть все эти элементы и все прочее. Ну, например, в первую очередь мне, конечно же, нужно удалить фон. То есть мне фон этот серый не нужен. Вот у меня чисто символ, значок собаки остался. Вот или, например, накидал. Давайте повторим простой логотип. Допустим, магазин у нас будет называться Собакин. Просто первое, что пришло в голову. Я использовал шрифт такой, немного мультиашный, называется Rounds Black. То есть просто пишем название. Вы можете тоже потренироваться, сделать Собакин. Для того, чтобы все это симпатичнее было, я цвет сделал такой, фиолетово-сиреневый оттенок. Снизу просто добавляем подпись PetStore. Уменьшаем. И добавляем вот здесь вот справа расстояние между буквами. Все. И давайте теперь к самой собаке тоже сделаем корректировки. Так как это векторный формат, мы в Figma можем быстро менять цвета. То есть у меня вот вижу, что язык собаки почему-то серый. Давайте его на белый поменяем. Ну и вместо черного цвета давайте пипеткой скопируем цвет нашего шрифта. Все. У нас все есть. Проверяем, центрируем, чтобы все было ровненько. Все это группируем. То есть выделяем свои. Нажимаем Ctrl G. И все. У нас готовый логотип. Теперь мы можем спокойно его экспортировать. Например, формат SVG. Давайте экспортируем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Нажимаем сохранить. И вот у нас логотип на компьютере. Открываем. Пожалуйста. У нас векторный логотип. Все. Готово. Следующий вариант. Логотип для киберспортивной команды. Я ее назвал Hawks CSGO Team. Мне кажется, интересная тема такая. Что мы делаем? Мы просто открываем, опять же, картинку. Я ее сгенерировал через Midjourney. Вот. Картинка ястреба. То есть, опять же, это просто растровая картинка. Это не векторный логотип. То же самое. Я просто делаю print screen. То есть, скриншот этого логотипа. По-быстрому вставляю фигму. Все то же самое. Заходим в плагин. Vectories Bitmap. Для того, чтобы перевести его вектор. И, как мы видим, получается не очень красиво. Как я говорил, тут нужно поменять параметр. Например, в данном логотипе нужно поменять параметр краски на минимальную цифру. Например, здесь, наверное, на двоечку или на троечку. Вот видите, если мы ставим два, то здесь только два цвета. Белый и такой темно-красный. Если три цвета, появляются детали. Четыре цвета, еще больше деталей. В данном случае достаточно три цвета. То есть, все смотрится отлично. Нажимаем ОК. Все, плагин закрывается. Смотрим. Все четко. Вот такие вот нюансы. Как здесь немного поехавшая полоска. При желании все это можно через Adobe Illustrator вручную подкорректировать. Но в целом, если сдалека смотреть, то никто этого ничего не заметит. То же самое. Удаляем фон. Все, у нас есть наша птица. Мы цвет спокойно можем менять вообще на какой захотим. Абсолютно красный, розовый, какой хотим. То есть, это уже векторный формат. И просто добавляем название. В качестве шрифта использую шрифт под названием Avengers. Ну, то есть, как мстители. Здесь пишем Hawks. Большими буквами. Буковку S можно выделить отдельно красной. Вот так вот. И снизу подпись. У нас здесь есть KS Go Team. Просто меняем текст. Все аналогично с первым логотипом, как мы делали с собакой. Просто уменьшаем. И здесь добавляем расстояние между буквами. Все это дело центрируем. Группируем. Нажимаем экспорт. Экспорт как SVG. Сохраняем в ту же папочку. Смотрим. Все, пожалуйста. Векторный логотип. Можете использовать для печати, для интернета. Да, в принципе, где вы захотите. И давайте третий логотип, который я показывал. Он самый сложный у нас будет. Это вот такая вот картинка. Я ее тоже сгенерировал через Меджорни. Кстати, эта картинка тоже есть в статье, которая есть в описании под видео. Вот этот логотип. Я его сгенерировал по запросу. Мультяшный стиль. Простой логотип. Леса с водным пистолетом. Вот такой вот логотип получился красивый. То есть, как мы видим, он тоже не векторный. Это растровая картинка. Что мы делаем? Заходим снова в плагин. Вектор из Bitmap. И давайте посмотрим. С этой картинкой здесь уже посложнее будет, потому что здесь много цветов. Если мы здесь поставим, например, три цвета, то логотип слишком меняется. Но если добавлять побольше цветов, например, 5-6, вот, например, на пяти цветах, на шести цветах даже, уже смотрится нечеток. Здесь можно попробовать нажимать кнопочки, типа, там, уменьшить шум. В разные параметры здесь есть мультяшное фото. То есть, все зависит от картинки, которую вы будете переводить в этом плагине. Но в целом, если смотреть сдалека, то, как бы, смотрится уже достаточно неплохо. Здесь, конечно, можно пробовать играться, там, добавлять по одному значению цвета. Ну, давайте остановимся, например, на параметре 7. Все, мне выдало вектор, вот он есть. Фон мы удаляем, он нам не нужен. Все, у меня получилась вот такая вот картинка. Теперь, как же мне изменить название, которое здесь есть снизу? Еще раз перетаскиваем эту картинку Figma. Сейчас вы поймете, для чего мы это сделали. И теперь, при выбранной этой картинке, мы запускаем плагин по названию Photopea. Если у вас этого плагина нет, опять же, нажимаем на кнопочку Find More Plugins и вводим здесь в поиске название Photopea. Вот такой значок зелененький. Этот плагин – это аналог Photoshop. То есть, он заменяет все основные функции Photoshop. И именно здесь мы напишем наше название. Ну, давайте просто там придумаем какое-то название команды. Например, напишем там Fox Team, например. Вот так вот называется. Давайте большими буквами напишем Fox Team. Сейчас вы поймете, для чего мы спускали этот плагин. Почему мы именно через него делали, а не через стандартные средства Figma. Так, нам нужно взять шрифт какой-то более помассивнее. Я думаю, можно взять шрифт под названием Oswald. Он, в принципе, смотрится достаточно таким большим, достаточно массивным. Так, выделяем наш шрифт. Выбираем шрифт. Так, и давайте начертания поставим, например, Boat, то есть жирное. Все, это у нас есть. Теперь давайте покрупнее все это сделаем. Здесь такие манипуляции у нас в основном будут с текстом. Так, дальше. Дальше нажимаем деформация. И здесь нам нужно выбрать стиль. То есть, нам нужно повторить стиль логотипа, который здесь есть. Арка. Я думаю, да, арка будет получше. То есть, мы стараемся повторить что-то наподобие, как у нас сделано в оригинале. И здесь вот, где искажение по горизонтали ставим 0, искажение по вертикали чуть-чуть добавляем. В принципе, все, похоже. Нажимаем ОК. Все. Теперь нам нужно все это дело увеличить. Для этого мы нажимаем редактирование, трансформирование и свободная трансформация. Растягиваем название побольше. Ну, понятно, что оно не прям точь-точь повторяет. Здесь какие-то 3D эффекты прям были, но мы сейчас сделаем, в принципе, что-то подобное. Теперь снова включаем редактор текста. И для того, чтобы у нас появились дополнительные параметры редактирования текста, мы нажимаем на значок буковки T. Вот здесь вот справа. И нам нужно уменьшить расстояние между буквами, чтобы это смотрелось более стилево. В моем случае я поставил минус 52%. Если вам кажется сейчас что-то в стильском сложное, то поверьте, когда вы начнете это повторять, вы мне ничего там не запутаетесь. В принципе, все понятно. И все. Теперь, что у нас осталось, это сделать стиль этому тексту. Я его подниму повыше. Захожу в стиль слоя. То есть нажимаю два раза на слой. Нажимаю наложение цвета. Здесь ставлю цвет у нас белый идет. ОК. А дальше мы видим, что здесь обводка. Нажимаем обводка. Обводка снаружи. Цвет обводки. Давайте пипеткой скопируем отсюда прям. Не будем ничего изобретать. Прям повторим полностью. Размер побольше. Есть. Но это не все. Естественно, так мы не оставим. Дальше нажимаем ОК. Теперь мы делаем дубликат этого слоя. То есть моя задача сейчас просто максимально повторить то, что я вижу. Опускаем вниз. То есть мы видим, у нас получается уже что-то типа вот этого 3D эффекта. Опять же повторюсь. Если вы дружите с Adobe Illustrator, вы можете все это более круто сделать. Это я показываю быстрый вариант, скажем так, для ленивых, кто хочет просто вот по-быстрому попробовать что-то повторить подобное. Давайте вот сделаем вот такой цвет, чуть более темный. ОК. И я вижу, что здесь в тексте есть такая небольшая обводочка внутри. Вернемся, нажмем внутренняя тень. Режим наложения обычный. Так, здесь перемещаем вниз. Размер нам не нужен. Непрозрачность на соточку. И цвет вместо черного ставим вот такой вот бирюзовенький. Все, в принципе, готово. Все, что я хотел в этом плагине есть. Теперь слой с фоном мы выключаем полностью и нажимаем сохранить. И смотрите, если перетянуть окно, видите, у меня останется только слой с названием. Это мне и нужно было. Теперь мы это все просто перемещаем вот сюда наверх. Увеличиваем. А для того, чтобы не было видно вот этих моментов сзади, мы можем просто все это дело перекрыть. Банально перед этим всем слоем. Так, давайте сейчас замочком закрою, глазиком выключу пока. И поклоцать слои, поискать. Естественно, мы можем найти слои именно этого названия. Но если его здесь нет, мы можем сделать проще. Мы можем просто замазать его каким-нибудь цветом. То есть, создаем просто прямоугольник условно, перемещаем его под слой с названием нашим. И делаем его каким-нибудь там белым цветом. Ну, соответственно, чтобы это все было прозрачным фоном по-английски, мы потом подрежем просто этот цвет. Все, в принципе, вот такой вот логотип. Это я по максимально быстрому сделал. Естественно, не надо мне писать в комментариях, типа, вот, кто так делает. Это просто быстрый способ, скажем так, для максимально быстрого варианта. Понятно, что надпись можно доделывать, она будет более четкая. И для того, чтобы вся эта надпись была в векторе более четкой, нам нужно все это дело экспортировать в PNG-шку. И снова же через плагин Vectorist Bitmap перевести в вектор. В общем, такие более сложные манипуляции. Но я просто хотел показать суть, что при желании все это можно сделать. Конечно же, с такими логотипами, где нужно вот так вот играться с шрифтами, как мы делали сейчас в Photopea, это все более заморочено. С логотипами, которые вот такие вот простые, все делается быстро. И в итоге у нас получились вот такие вот три красивого логотипа, которые можно использовать для Инстаграма, для Ютуб-канала, для печати. Да, в принципе, где вам только это придумается, где вы это все сможете применить. В заключении хочу сказать, что нейросети идеально подходят для разработки логотипов. Естественно, если мы говорим про разработку какого-то супер уникального логотипа с проработкой концепции и так далее, то это нужно уже вручную прорабатывать самому. Но для быстрых логотипов, для быстрых заказов, чтобы быстро заработать деньги, это идеально подходит. Это не какие-то выдумки. Я использую нейросети в разработке своих проектов, в дизайне сайтов, логотипов, баннеров. То есть это все применимо, клиентам это нравится, потому что это свежо, интересно выглядит. То есть все не ограничивается только логотипами. Картинки с нейросети можно использовать в баннерах, в сайтах, в общем, в принципе, где вы только сможете это все придумать, себе использовать. Ставьте лайк, если понравилось видео, рекомендую подписаться на мой канал, потому что там еще много видео по нейросетям, по дизайну сайтов, по дизайну баннеров, про которые я сейчас говорил. Переходите, смотрите, если было полезно и до следующего видео. Пока.